Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В лице Святаго Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, самого Христа, святых апостолов, их последователей и голоса Матери Церкви мы с вами постоянно слышим призыв. «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царствие Небесное». Что это значит? Что это значит, что к нам приблизилось Царствие Небесное? А то и значит, что к нам приблизился Бог. Где Бог, там и Царствие Небесное. Без Него оно невозможно. Где Царствие Небесное, там и Сам Господь Бог Своей благодатью. Ну а как приблизился Бог, Который есть Свет и нет в Нем никакой тьмы, ибо Сам Он о Себе так свидетельствует, то значит, все поступки наши, мысли и чувствования особенно освящены Божественной благодатью. Таким образом, что все тайное становится явным. Это говорит Господь, обращаясь к каждому из нас. Потому что, живя здесь на земле, мы с вами, ведя неправильный образ жизни, стараемся от своих близких, окружающих наших людей что-то скрыть. Стараемся как-то обмануть, недоговорить правды. И думаем, что это так оно внутри бывает и прибудет постоянно. Хотя из опыта всей нашей жизни мы видим, что правда рано или поздно открывается. Так вот, Господь открывает такую истину. Как Господь приближается к людям, так все внутри нас, и сам человек освящается в Боге. Так что для духовного мира, самого Бога, святых ангелов, святых угодников Божих, пребывающих на небесах, все открыто. Хотя мы пока этого и не видим, но можем воспринимать верой. Воспринимая верой, можем позаботиться о том, чтобы уже благими сделать наши дела. Больше, чтобы было, дел милосердия, сострадания, любви. Нужно нам понять ту истину, как много нас Господь любит. И как много мы с вами Его оскорбляем, удручаем, когда мы друг друга не любим. Вот беда наша. И думаю, часто вы слышали такое выражение, что своими грехами мы распинаем Христа. Лично мне приходилось на это слышать возражения людей, которые говорили, как это так, мы распинаем Христа своими грехами. Христос был распят до нас, две тысячи лет назад иудеями. Вот давайте, говорят они, об этом будем говорить. Причем же тут мы? Дело в том, что мы должны с вами посмотреть на то, что все-таки распяло Христа или кто. Сказать, что иудеи того времени – хорошо. А почему? Потому что сердца их были злы. В мире есть и добро, и зло. Тот, кто сердцем избрал добро и желание познать истину, тот признал во Христе Сына Божия и слова Его справедливыми, и последовал исполнение Слову, и осветился, и воспринял благодать Духа Божия. Те, которые больше возлюбили тьму, возлюбили грех, те стали удаляться от Христа, не принимать Его обличение, потому что оно осуждало их, и резало ими сердца, и души, и сама совесть усугублялась от действий Слов Божьих, так что постоянно удручало людей грешных. И действуя под водительством зла, восстали на Христа своей ненавистью, и в итоге умертвили Его. Таким образом, ответ Церкви прост – зло распяло Христа. Давайте с вами посмотрим. В нашем мире сейчас, в сегодняшнем, здесь, прямо у нас, в нашем обществе, есть зло? Есть. Ответ однозначен. Приди, Христос, сейчас к нам, вот такими хорошими, как мы себя считаем, обвиняя других в распятии Христа. Он бы стал обличать зло, как обличал тогда? Ответ однозначен. Да, компромисс он не искал. Он прямо указывал на добродетель, все то, что нас приближает к Богу, и указывал на грех, все то, что нас удаляет от Бога. И вот зло, оно как раз-таки этим и пришло в состояние ненависти ко Христу. Пришел бы Христос к нам, что бы произошло в результате Его обличения, Его Слово Божие, потому что Он бы принес Его к нам и несет в Матери Церкви. Произошло бы разделение в людях. Те, которые, как уже сказала, сердцами своими приобщились к добру, приняли бы Христово повествование и через то еще более бы осветились своей жизнью. Те, которые больше склонились бы к озлу, сделали то, что попытались бы, как и люди времен земного пришествия Господня, склонить Христа на свою сторону, будь то посулами какими-то, будь то угрозами, будь то пытками, если бы не удалось, то и самой смертью. Итак, вопрос. Если бы Христос пришел бы сейчас к нам сюда, мы бы с вами распяли Христа, наше общество, где и добро, и зло, и люди разделились в своем желании жить с Богом или не жить? Да, распяли бы. И как это не ужасно говорить, если бы я сам бы склонился на сторону зла, то сам бы стал участником в этом распятии. Склонился бы на сторону добра, то не смог бы противостоять злу. Столь оно агрессивно, и зло, и сильно, но над нашей немощью господствует. Если бы опять-таки Господь своей волей добровольно пошел бы на крест, то нам бы оставалось, подобно Пресвятой Богородице, женам мироносицам, святым апостолам, стоять у креста Господня и сострадать. Поэтому, когда мы с вами говорим о распятии Христовым, никогда не нужно говорить, что виноваты те. Господь не осуждает их. Господь молится за них на кресте. Осудив их, мы осудим самих себя. Потому что все наше тайное явно пред Богом, и оно обличает нас пред престолом Божьим. Какого мы духа, это еще надо себя постоянно испытывать. И это красной линией должно проходить через жизнь человека. Да испытывает себя человек и так от чаши Христовой до пиет, и от тела Христова до вкушает, говорит нам апостол. Испытывать себя, какого ты духа, батенька, говорил преподобный Серафим Саровский-Матавилову, почаще задавайте себе этот вопрос и с испытанием подходите к своей совести, к своей душе и исправляйте, исправляйте себя в божественной благодати. И вот что получается. То выражение вспомним с вами, что своими грехами мы распинаем Христа. Своими грехами мы свою душу вводим в область демоническую, в область зла. В ту область, когда творение Божие, находясь в состоянии духовного сумасшествия, отвергает своего Творца. И если мы даже явно очами своими не видим, что мы распинаем Христа, нужно поверить Матери Церкви. Случись его пришествие к нам сюда, мы бы его распяли. Напротив, исполняем добродетели, то участниками распятия не стали. И еще, что значит распинать Христа? Это значит приносить ему страдания. А когда же страждет Господь? Тогда, когда Его творение, о котором имеется замысел, с тем, чтобы оно пришло в Богообщение, не исполняет своего предназначения. Нас, говорит нам символ веры, нашего ради спасения, Господь пришел на землю, вочеловечился, пострадал, умер, в третий день воскрес, зашел на небеса. И вот, что происходит. Когда мы своего предназначения не исполняем, то тем самым, в самих себе, мы делаем безрезультативными Его страдания. Не потому, чтобы они стали безрезультативны. Нет. Но в нас самих, из-за нашего выбора, из-за нашего нежелания жить по-божьему, мы с вами, в самих себе, вот это приводим в безрезультативность. Это, конечно же, не может не удручать Господа. Все мы с вами, каждый на своем месте, занимается трудом. И как бывает приятно, когда мы видим результат, плод своего труда в добром исполнении. Выходит человек и порадуется. Агроном порадуется, засеяв семя на поле, когда оно заколосится, взойдет и будет готово уже к тому, чтобы сжать его, взглянет на поле и с радостью, внутренним удовлетворением посмотрит. Строитель, строивший дом, также видя результат своего труда, окончательное строительство, красоту устроения дома, тоже порадуется. А тем более, когда видит радость людей, которые будут переселяться в это жилище и будут, добрым словом, отзываться. Давайте и мы с вами сделаем так, чтобы Бог, глядя на нас, порадовался о нашей жизни. Если Он порадуется о нас, то в долгу не останется. Вот эта радость божественная передастся и нашим сердцам, нашим душам и нашим телесам. Наше переживание Бога станет сродни Его переживаниям. Посмотрите, самое элементарное, если во мне будет та же радость, что и в Боге, мы единого Духа, а как единого Духа, так и не чужие Ему. И до сего Господь, говорит, в Евангелии обращался к вам рабы, но не говорю, что ты раб, но ты, исполняющий волю Божью, уже мой друг. Друзьями своими называет Господь апостолом. Своими друзьями Он называет и всех тех, кто подобно апостолам ревностно своей жизни будет исполнять Слово Божие. Давайте мы с вами в эту дружбу и войдем, потому что эта дружба откроет нам жизнь вечную, наследование, как сказал сам Господь, Вседержитель, того, чего око не видело, что ухо не слышало и что не приходило на разум человеку, что уготовал Бог любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Одним словом, есть ради чего потрудиться. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok